В Минске продолжает работать Международный космический конгресс. Утром участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Возложили цветы к монументу на площади Победы. А в эти минуты 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран принимает Национальная академия наук. Там проходит очередная техническая сессия «Будущее в космосе». Впрочем, не о таком уж и далеком будущем идет речь. Например, китаец Ян Ли Вэй анонсировал в 2020 году новую модульную орбитальную станцию. И, кстати, здесь белорусские ученые не остались в стороне. Отечественную разработку оптические зеркала для телескопа уже доставили в Поднебесную. В планах открыть производство подобных зеркал при Академии наук. Мы действительно расширим свое сотрудничество и с ассоциацией, и с многими космическими агентствами ряда стран. Работаем сейчас над новым спутником с субметровым разрешением. Настоящий спутник имеет разрешение 2 метра, а там будет менее метра, даже до 50 сантиметров. Это очень четкое разрешение. Для этого требуется новейший прибор, съемочное оборудование, новейшая электроника, новейший двигатель. Сегодня в мире около 90 космических держав, среди которых и Беларусь. Такой масштабный представительный космический форум Минск принимает впервые. Продолжение следует...